всем здравствуйте моя аудитория очень любит и очень благодарит меня когда я советую какой-то хороший фильм или сериал вот сегодня тот случай когда должен абсолютно всем посоветовать посмотреть один фильм этот фильм называется американский называется гражданская война и люди я прошу вас его посмотреть и знаете мне бы очень хотелось чтобы его посмотрел зеленский и ермак только если вам я советую посмотреть его от начала и до конца то ермаку и зеленскому надо мотать в конец и смотреть с конца в начало вот та последняя сцена я бы на их месте очень сильно призадумался на каком-то из стримов я уже говорил и сегодня готов повторить я считаю в украине идет гражданская война которая случилась только благодаря бездарного управлению зеленского как это классифицирую на смотрите условные тцк это граждане украины это украинцы украинцы те люди с которыми они себя ведут так как они себя ведут это украинцы украинцы нет дня чтобы вся лента не была забита каким-то беспределом тцк куда все это приведет дальше люди обозленные люди друг против друга люди находят любые противоречия между собой а чаще всего и искать не надо власть благодаря информационным технологиям с большой легкостью вам это вбрасывает и только лишь с одной задачей мы вам кость чтобы как собаки грелись между собой а мы сверху будем наблюдать смеяться делать свое зарабатывать деньги и к моему огромному сожалению очень многие на это повелись я бы сказал большинство задумайтесь пожалуйста что будет после войны что будет после войны когда приедут люди с оружием когда приедут абсолютно разные люди мы уже сегодня видим к большому сожалению украина превращается в банановую республику некоторые военные угрожают журналистки изнасилованием это куда мы придем куда мы придем с такими делами скажите пожалуйста поэтому я настоятельно рекомендую вам посмотреть этот фильм вообще-то снят американцами для америки в контексте наверное выборов которые здесь будут здесь тоже не без проблем но вы знаете для нас то сейчас гораздо более актуальнее и вы там наткнетесь на один момент вот вы будете если смотреть вы обязательно потом вспомните этот эфирмой там чудак повстанец спрашивает а какие вы американцы он спрашивает кто вы люди говорят американцы какие американцы вам ничего не напоминаю сейчас у кары не тоже так укретно украине а какой украине а ты поддерживаешь вождя зеленского а ты поддерживаешь идеологию зеленского нет не поддерживают или поддерживают подерживают хорошо от и ухилян днем х inherent от и на русском языке разгоришь или на украинском и так далее по списку и этот список с каждым месяцем пополняется все больше украин от этого выигрывает нет не выигрывает и не выиграет люди вы этот его что-то выиграйте никогда от этого проиграть все кроме вы с Аwartокым зеленского некоторым кажется что я преувеличиваю так вы так думали два года назад когда я ну практически полностью предрекался то что сегодня происходит все это предвидел хотя для этого не надо быть очень умным достаточно просто холодной головой с здравым смыслом и честно смотреть на все эти вещи да конечно люди не вооружились массово в большие группы явно противоборствующие два лагеря конечно слава богу в украине пока этого нет и надеюсь не будет но шансы к сожалению повышаются игры это мелкие группы где-то мы можем говорить про тцк где-то еще какие-то нюансы мне страшно представить что будет после войны я еще раз вам хочу это сказать и зеленский фирмаком они даже не понимают я вот убежден из всего что я знаю они не понимают и даже не представляют как выруливать из этой ситуации вот мои подозрения скорее всего не все это заварили а думают на самом деле так то будто кто-то после нас разруливать хотя с другой стороны власть они не собираются отдавать крепко вцепились я просто не понимаю на что они рассчитывают давайте посмотрим как википедия обозначает слово гражданская война гражданская война наиболее острая форма разрешения накопившихся социальных противоречий внутри государства которая проявляется в виде крупномасштабного вооруженного противостояния между организованными группами целью сторон является захват власти стране или в отдельном регионе как мы видим до такого слава богу не дошло дай бог и не дойдет но с каждым днем если так смотреть со стороны то шансы к сожалению очень сильно увеличиваются просто хочу остатки людей которые способны мыслить призвать призадуматься просто вот эту простую истину для себя усвоить что один украине с другому не враг незалежно на мове вин разговляя или на русском языке и какая религия или какой-то там что-то еще самое главное это и дискуссия в обществе то чего нет в украине то что в американцы впитывают с молоком матери потому что у них шикарная в отличие от нашей конституции наша ужасно ее нужно менять у нас нет никакой дискуссии у нас нет уважения к чужому мнению здесь же не идет речь что кто-то сидит кричит путин приди защите освободи или что-то в таком духе ну это априори здесь все понятно мы же говорим о людях которые про украинские как говорят но просто одни видят например развитие государства по одному другие по другому так это и есть предмет дискуссии нормальной цивилизованной дискуссии я этого не вижу я вижу сплошной радикализм нарастание радикализма и сразу срезается любая попытка дискутировать вот есть государственная политика вот есть пропаганда вот есть вождь как россии собственно говоря ты либо это принимаешь либо не принимаешь принимаешь хорошо болтайся себе не принимаешь до свидания ты уже не украинец почему я делал отсылку вот в этом фильме а какой вы американец таки у нас получается скорую а какой вы украине ну а зеленскому ермаку отдельная история я просто не хочу сейчас спойлерить и как бы рассказывать вам суть этого фильма кстати он снят так что вы можете очень многое сами додумать как события закончились как они начинались и так далее ну просто вот президент который не послушал людей который пошел до конца решил воевать до конца и чем это закончилось вот так и зеленский с сермаком которые никак не могут понять что войну нужно заканчивать нужно искать дипломатические пути нужно что-то думать а не настраивать людей на войну рассказывать сказки про понижение призывного возраста и играть эту страшную игру стали на бабы еще нарожают вот такие они полностью абстрагировались находятся в неадекватном состоянии но самое главное каждое свое действие они расценивают как потужно у них все потужно только плана никакого у них нет вообще идеальная ситуация если бы зеленский ермак вместе там в своем бункере в офисе президента сели и фильм этот посмотрели вот чтобы интересно в их голове что-то проблеснуло или не проблеснуло или не находятся в полностью на адекватном состоянии и не могут реально оценивать все что происходит я еще раз хочу подчеркнуть вот эта история воевал не воевал соревнования кто сильнее пострадал от войны а я вот там а мне вот так разбомбила все такие подобные вещи языковой вопрос это только то что есть сейчас я гарантирую как только здесь может как-то поутихнет не благодаря вопреки может самим людям это надоест обязательно политики найдут еще один вопрос они начнут еще что-то обсуждать историю поднимать как путин этой старые карты какие-то 200 недавности найти трактовать что-то иначе самая главная их задача это в этом по сути состоит их сила поссорить народ между собой придумать народу камень преткновения чтобы все грызлись перегрылись между собой пока не будут делать свои грязные делишки и эта ситуация будет продолжаться ровно столько сколько вы позволите этому быть как только вы поймете что вас используют травят друг на друга и это вредит и украине и всем людям а главное это не имеет никакого будущего никакой перспективы для украины тогда может что-то изменится видео сохранится вы потом будете пересматривать и все это понимать главное чтобы не было поздно те кто не подписан я прошу подпишитесь на мой канал впереди ждет очень много интересного смотрите мои стримы и пишите комментарии вот что вы думаете по этому поводу идет гражданская война или не идет гражданская война возможно ли она если смотрели этот фильм или посмотрите после этого видео тоже напишите свое мнение в комментариях мне интересно что вы думаете по этому поводу спасибо пока